Большое спасибо, Екатерина Викторовна. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам за приглашение участвовать в такой значимой конференции. Она очень значима еще потому, что у нас работает так очень плотно мультидисциплинарная команда, в которую входят различные направления, специалисты различных направлений, и взаимодействуют очень тесно. То есть каждый день мы взаимодействуем постоянно друг с другом и знаем всех пациентов. Удивление то, что как только появляется пациент с опухолями головы и шеи в институте, об этом знают как минимум сразу три человека благодаря нашим диагностам. Поэтому сегодня моя тема будет о том, как мы взаимодействуем с нашими дорогими диагностами и как мы строим свои планы и общие планы для дальнейшего лечения этого пациента. И особенно я благодарна организаторам за то, что дали такую тему, поскольку эта тема напрямую касается этого великого человека, которого знают все в нашем институте, в нашей стране. Это один из великих людей, который занимался опухолями головы и шеи, и не только опухолями головы и шеи, и другими нозологиями. Ну и в частности, я хотела бы сказать, что один из родоначальников, который все-таки внес понимание в лечение этих пациентов, и в частности в большей степени касаемо лимфодиссекции на шее. И эта конференция, она, конечно, это дело его жизни, вот это направление. И книга, о которой хотел бы сказать, она настольная книга нашего института, у всех практически эта книга есть, она 1969 года выпуска, она не переиздавалась, но она у всех наших докторов, тех, кто работал еще и с Робертом Ивановичем, была подарена лично, она есть. И в этой книге мы на сегодняшний день, несмотря на то, что она была издана так давно, работаем, собственно говоря, по этой же книге, о чем говорил и Михаил Маркович сегодня до меня, и Максим Андреевич. В принципе, данные этой литературы, этой книги действительно сопоставимы с сегодняшними данными, которые мы имеем при выполнении сигнальных лимфатических узлов. И те локализации, о которых говорит Роберт Иванович, Александр Иванович Раков в своей книге, локализации метастатических узлов при различных нозологиях. Если речь идет о раке языка, расположении лимфатических узлов и обязательное выполнение того или иного объема, он подразумевает удаление тех узлов, которые непосредственно возникают при раке языка. Это в большей степени группа 1-2B. 2B-группа – это группа узлов, о которых, к сожалению, не все говорят, и не всегда она удаляется. И мы часто видим, когда приходят пациенты к нам для консультации, видим, что эта группа даже не затронута. И здесь же нам помогают, опять же, наши диагносты, УЗИ-специалисты, МРТ и КТ-специалисты, которые говорят о том, что в этой зоне никто не работал. И почему важно очень понимать и видеть исследования, которые были выполнены, и смотреть. Очень важным является, чтобы сам хирург видел МРТ-сканы, УЗИ-сканы и КТ-сканы, для того, чтобы понимать, что мы на сегодняшний день имеем, потом сопоставить эти данные в операционном блоке, когда выполняет хирург операцию. И в дальнейшем мы можем уже понимать, операбелен все-таки пациент в следующий раз или неоперабелен. Для хирурга это свои какие-то принципы, а для диагноста это свои. Хотела бы сказать о том, что частота оккультных метастазов действительно высока. Она высока, если мы должны, конечно же, опираться на нозологическую форму, мы должны опираться на размеры, на стадию этого заболевания. И, конечно, подходы, подходы в лечении, если это первичный пациент, если это не первичный пациент лечился в другом стационаре. Ну и сегодняшняя задача, которая для меня была поставлена, в общем, для того, чтобы рассказать и раскрыть свою тему презентации, поговорить о том, какой все-таки объем важный, нужный и необходимый. Конечно, это невозможно объять в одной презентации, но я попытаюсь рассказать в целом, что мы на сегодняшний день выполняем. Первое, одно из важных, ключевых таких на сегодняшний день исследований и хирургического вмешательства является биопсия сигнального узла, который мы выполняем достаточно давно в нашем институте, при опухоле головы и шеи. Мы это уже, начиная с 2000-х, начало 2000-х годов это было сделано. Далее у нас была приостановка ввиду отсутствия каких-то технических возможностей, потом возобновили. И сегодня у нас есть определенный уже опыт работы, работы и в тесном содружестве с диагностами и с Павелом Ивановичем Крыжевицким, который нам помогает в выполнении этого исследования. И мы часто встречаемся для того, чтобы четко определить локализацию вот этих узлов. Но для себя мы определили, по какой классификации мы работаем. Я представлю ее позже в следующих слайдах. Ну и хотел бы сказать о том, что вот выполнение биопсии для биопсии сигнального узла при меланомике уже это определяет дальнейшую тактику лечения этого пациента. Это является главным, основным на сегодняшний день ведущим таким моментом в определении и назначении системной лекарственной терапии. Если говорить о раке языка и раке полости рта, о чем уже говорили до меня мои коллеги, конечно же здесь для нас тоже очень важным является обязательно первое. Я не могу сказать, что МРТ может исключить УЗИ исследования или наоборот. То есть нам обязательно нужно сопоставление данных. И при сопоставлении данных мы обязательно сопоставляем эти данные с классификацией, которую мы используем для градации лимфатических узлов. И это является обязательным для нас. Мы с 2013 года уже градируем все лимфатические узлы по группам. И большое спасибо нашей морфологической и патоморфологической лаборатории, Ирина Сергеевна, потому что пошли навстречу. На самом деле было очень сложно произвести градацию, поскольку клетчатка, вырезание этих узлов и градация пока еще не умели. Но на сегодняшний день у нас уже четко определение по группам. Мы знаем, при какой локализации какие группы поражены. Они четко описываются в том заключении, которое представляет нам патоморфолог. Все это сопоставляется. И все на блюдечке подается химиотерапевтам и радиологам. Скажу так, потому что на самом деле мы шли вместе с ними к этому, для того, чтобы дальше уже планировать, о чем говорил Михаил Маркович, чтобы не перенагружать лечением наших пациентов, о чем говорила Вероника Викторовна, чтобы не перелечить наших пациентов. У меня не работает немного. Хотела бы сказать о том, какие есть методы выполнения хирургических мешательств на шее. На самом деле, при различных локализации различных нозологий выполняется тот или иной объем. В частности, при полости рта, раке полости рта, те объемы, когда выполняется верхней шейной эксцезе и различный выбор любого разреза, который удобен и как хирургу, и в зависимости от локализации метастаза, выполняется по тем схемам, которые представлены. В большей степени мы, конечно, придерживаемся разреза по Мартину, и он более удобен, и доступ ко всем группам, как видите, группе и 2Б, и первая группа, достаточно подбородочная группа, боковые треугольники, то есть все можно захватить, и все это можно выполнить из этого разреза. Но, конечно же, речь идет о распространенном пациенте. В случае, когда есть возможность выполнить разрез, мы выполняем какой-нибудь из модификаций, представленных на слайде справа. Классификация, о которой я говорю, и которую мы используем в своей практике, она была утверждена, и мы сейчас пользуемся этой классификацией. Ею пользуются УЗИ-специалисты, МРТ-специалисты, КТ-специалисты. Мы все это сравниваем, и после получения гистологического заключения у нас все располагается, каждая группа отдельно вырезается относительно групп, и градируется по явным метастазам, если мы видим и описываем обязательно, для того, чтобы потом нам понимать. Более того, мы, зная и гистологическое подтверждение, имея гистологическое подтверждение на руках, и получая, какая группа из этих узлов поражена, для нас, конечно, ожидаемое дальнейшее прогнозирование пациента происходит. То есть мы можем дальше уже понимать, что мы можем планировать, где может быть ожидаемый метастаз. Конечно, все зависит от гистологической формы опухоли. Если говорить о верхней шейной эксцизии, это верхняя шейная эксцизия по первому варианту, и по второму варианту представлены блоки удаляемых тканей. При операции Крайля выполняется большой такой дефект, получается, и удаляется и кивательная мышца, внутренняя ремная вена, блок клетчатки с лимфоузлами, и практически вся вот эта группа нарисована пунктиром, тот блок удаляемых тканей, который мы обычно выполняем при стандартной операции Крайля. Ну и вот, если говорить о взаимодействии, опять же, во взаимодействии, как видите, схематическое расположение, как мы выполняем операцию Крайля и блок удаляемых тканей, что входит, нам нужно понимать по данным исследований диагностическим, схематическим, для того, чтобы мы понимали, действительно, чтобы все совпало, потому что потом пациент придет на обследование, придет на контрольное обследование выполнения УЗИ или МРТ, и мы должны понять по блоку сохраняемых тканей, нам МРТ-специалист уже может сказать, что-то у вас здесь оставлено. И, конечно же, для нас это будет очень такая грустная неожиданность. По сравнению, сказать о том, что для нас является важным и в взаимодействии с диагностами, конечно, мы больше опираемся на структуру лимфоузлов по УЗИ, и, естественно, топографически, и по данным МРТ, также есть поражение или нет поражения. По МРТ для нас важным является расположение опухоли в определенной зоне и распространение опухоли относительно магистральных сосудов, относительно соседних органов. И, конечно же, мы уже давно пришли к общему мнению с нашими диагностами, что нам нужно. И когда мы задавали вопрос, откуда начинается опухоль, где она заканчивается, для нас, конечно, было сложно. Поскольку здесь еще эндоскопические службы работают вместе с нами очень тесно, когда речь идет о гортане, гортаноглотке. Это тоже неотъемлемая часть нашей мультидисциплинарной команды. Но нам очень сложно понять, если нет прорастания опухоли в трахею или в гортань. Нам необходимо понимать. И, конечно, мы от МРТ специалистов просим, чтобы они написали, откуда начинается. Хотя им очень сложно это сделать, но они все равно нам на сегодняшний день мы уже полное понимание пришли с УЗИ-специалистами в том числе. Что является важным при, опять же, взаимодействии? Важным является то, что есть пациенты, которые приходят к нам с каким-то повторным образованием в области удаленного конгомерата узлов или опухоли щитовидной железы. И для нас очень важно, чтобы МРТ-специалисты и УЗИ-специалисты совпало, их мнение между собой, а потом уже совпало у нас в операционной. И у нас есть такая практика, когда мы приглашаем в операционную и УЗИ-специалистов, и МРТ-специалистов. Есть какой-то клинический случай, который все-таки удивляет и нас, и их. И мы соединяемся в операционной для того, чтобы все посмотрели. И для себя каждый сделал вывод. Потому что если мы не будем работать в взаимодействии, для нас будет очень сложно. Каждый будет жить в своем мире. И успеха мы, к сожалению, не получим. Это будет не в пользу наших пациентов, к сожалению. Вот конкретно случай, когда пациент оперировался в другом стационаре, пришел вот с таким образованием. И для нас было очень важно, чтобы сколько сантиметров от края щитовидного хряща, перстневидного хряща, а мы замучили Ольгу Игревну и Екатерину Викторовну, чтобы нам объяснили точно, где располагается. Поскольку уже оперированный, и нам для того, чтобы туда попасть, нам нужно не повредить основные структуры, эти же пара щитовидные железы, возвратные нервы, где конкретно находятся. Ну, здесь находятся в зоне, в которую можно было выйти и удалить. Это очень важным является моментом. Еще один момент – распространение опухоли на магистральные сосуды. Нам нужно понимать, сможем мы справиться или нет. Нужно делать ангиографию или какое-то исследование ангиографическое. Тоже, опять же, вступают диагносты. Это тоже очень большая помощь для нас. И нам очень важно понимать, есть мышечный слой прослеживается или не прослеживается. И задавая этот вопрос, конечно, мы очень много требуем от наших диагностов. Но хочу сказать огромное спасибо им всем, потому что действительно у нас практически всегда совпадают данные, которые нам представляют наши специалисты. И хотелось бы сказать о том, что также те пациенты, которым выполняется биопсия узла, они приходят к нам с большим разрезом, выполнена биопсия, и написано, что выполнена лимфодиссекция. Но это неправильно. На самом деле я просто призываю, чтобы те, кто сейчас находится онлайн и хирурги, все-таки была описана группа узлов, которая удалена. Потому что для нас дальше лечить, если этот пациент попадает к нам, нам достаточно сложно. Протокола операции нет, и получить его не всегда возможно. Поэтому, конечно же, лучше, когда доктор, который выписывает, обязательно указывал, какая группа удалена. И это не лимфодиссекция, естественно, биопсия опухоли, либо удаление какой-то группы узлов для того, чтобы понимать, что делать дальше, что ожидать. Ну и вот эта градация, опять же, с патоморфологами, вот блок клетчатки, который мы удаляем. И представлены группы узлов, в моноблоке удаленный вот такой вот у нас препарат, выполненный объем лимфодиссекции, все группы, как видите, это брюшки дегастрикус, кивательная мышца, под ней находится внутриремная вена, это группа 1А и 1Б здесь. То есть фактически мы все полностью в моноблоке убираем, плюс седьмая группа узлов, которая располагается в перитрахеальной зоне. Это все соответствует той классификации по Робинсу, которую мы на сегодняшний день уже давно рутинно применяем, и обязательно нужно удалять вот так. Вот правда, это потому что потом для лучевых терапевтов, для радиологов очень важно понимать и то, о чем мы говорим, о градации и полях облучения, которые мы, может быть, можем будем в будущем выбирать. Операция Крайля, которая выполняется, она должна быть выполнена, классическое выполнение схематично, также оно должно быть выполнено в чистом виде выполнения всех групп узлов, опять же, дегастрикус 1А, 1Б, 2А, 2Б и 2Б, и третья группа, остается одна сонная артерия, сплетение плечевое, шейное, поэтому частота операции, она, конечно, дальше нашим пациентам очень нужна. Выполнение лимфодисекции, сопровождающейся удалением органокомплекса, конечно, на эту операцию нужно пойти только после того, как мы обсудим все вопросы с нашими диагностами. При трахеальной лимфоденектомии, это один из видов лимфоденектомии, на который на сегодняшний день является стандартным, это одна из видов селективной лимфоденектомии, выполняется трахея, вот она, и перед расположением, перед трахеей вот этот узел был выделен, выделен в бок от боковой поверхности трахеи, удален и мобилизован на препарат, это рак щитовидной железы, это стандартная операция, седьмая группа, шестая группа полностью удаляется, плюс здесь прикрыто кожным лоскутом, но здесь удаляются лимфатические узлы шестой группы также в том числе, которые располагаются между обеими щитовидным хрящом и подъязычной костью. Вот только так можно работать в такой команде, как это представлено на слайде, как я благодарю всех своих коллег за ту работу, которую мы проводим вместе. Всех призываю, большое спасибо за возможность участия и выступления. Спасибо большое. Спасибо.